всем привет доброе утро доброе холодное утро вообще думали что сегодня тепло будет передавали вроде 10 градусов на сегодня но пока тут плюс 3 максимум и я в зимней куртке а я хотела кстати осеннее пальто делать и все равно холодно мы традиционно взяли кофе вкусный кофе здесь правда да еще мы хотели рассказать что мы постоянно идем сюда в кофейню пить кофе и ну как сразу перерыв так мы сразу идем мы только выходим с университета и мы сразу видим нашего финна который идет уже с кофейни с кофе уже прям подходит к университету хотя он уходил практически вместе с нами у нас финтон и он очень быстро ходит да он очень длинный а второй перерыв 12 дня мы пошли теперь уже дима на очередь пить кофе и поэтому были только что в этой кофейне и вот нам там очень нравится там очень вкусно делают в общем там все хорошо выглядит знаете чего очень сильно не хватает не хватает того что чтобы к нам относились как постоянным клиентам я понимаю что-то разница менталитете но вот в испании в украине даже приходишь каждый день в одно и то же место тебя уже знают и с тобой особенно здороваются и особенно разговаривают здесь этого нет все-таки в латвии люди как-то поскромнее мы их так называем потому что сказали сделать три-четыре человека а их вышло так человек всем и только два человека рассказывали это филиппа и франциско все остальные просто стояли смеялись а еще такой прикол в общем мы сегодня на перерывы идем и к нам подходит франциско точнее ко мне и говорит дима можете такой скромный вопрос да конечно что случилось он мне показывает дверь и говорит это женский туалет или мужской я говорю это мужской а как вы понимаете ему объяснить там треугольнички да один перевернутый один обычный да я ему объяснили что это юбочка это просто такой плечистый мужчина либо же это просто костюм вот такой точно спасибо ты не знал я шла после университета домой шла-шла и бух я уже в кровати я хочу спать просто понятие после университета который длится пара длится с 8 до 4 прийти домой и не заснуть это просто так как накупить домой килограмм шоколада и не есть его просто очень хочется спать поэтому наверно мы сейчас ляжем с димой и поспим дим ты будешь спать да дима хочет спать а потом мы пойдем в зал то мы пойдем в супермаркет чтобы купить себе продуктов стокгольм чтоб не тратить там потому что мы прочитали что продукты в стокгольме очень дорогие мы купим себе каких-то базовых продуктов чтоб просто не умереть голоду вот а там смотрим по делу чтобы не тратить потому что знаете мы сегодня садили на паре и стас нашел рейтинг самых дорогих городов и там барселона была по моему на тридцать девятом а швеция по моему на пятидесятом то есть барселона раз дороже да но там получается рейтинг был основан на какой-то странной какого-то странного алгоритма потому что там считалось 160 самых важных вещей которые нужно для выживания вот и считалась их средняя стоимость в общем не знаю как так но я потом смотрел другой рейтинг что в плане продуктов швеция занимает там входит в топ-5 самый дорогих европе ты спать доходишь да в общем по продуктам там очень дорого вот поэтому мы будем покупать продукты здесь не только что не для того что вы просто выжить а для того чтобы сэкономить в общем хотя заснула мы поспали мы проснулись мы проспали но я вообще не планировал у него эти поэтому я ничего не проспал а хотя планировала и она проспала зону взял собрать из вам сказала я ничего не там не было я ничего не знаю но мы поспали часа полтора сейчас такие бодрячки пролив сил сейчас мы идем в супермаркет мы будем покупать пошли там туда будем покупать продукты в стокгольм вот ну что там очень дорого как мы уже говорили а здесь дешевле и еще мы придумали такую штуку мы будем вести так сказать визуальный бюджет вот мы себе задали цель планку точнее 200 евро на три дня в стокгольм за 300 евро с человека и мы эту сумму будем показывать это на экране и как только мы что-то будем тратить мы будем это показывать и рассказывать вам на что мы потратили и таким образом мы посмотрим сможем ли вы выжить дорогущим как мы думаем стокгольме за 200 евро на двоих на три дня и этот отсчет денег начнется прямо сейчас потому что сейчас мы покупаем продукты в стокгольм и эти деньги уже идут из этого бюджета поэтому пошли тратить деньги вот что мы взяли бельветка хлеб потом это для салата будет катя делать салат и яички тоже для салата того у нас уже минус 602 мы опять на своем привычном месте дима монтирует наш влог сегодняшний вот кстати что смонтировать влог обычно это делает дима я делаю это просто слишком медленно вот и он быстрее у него уходит на то чтобы смонтировать от самого начала и до конца полтора-два часа с того момента как он загрузил видео на компьютер и до этого момента как видео загрузилась на youtube нет вернее он нажал кнопку загрузить видео на youtube она может еще грузиться там полчаса вот и вот этот вот период это полтора-два часа но бывает что если сложное видео особенно когда субтитры когда вот эти нарезки всякие то там дольше выходит потому что и два с половиной часа уходить еще мы уже морально настроились ехать в стокгольм уже так хотим уже нам не терпится просто прийти и сесть в самолет вот и мы узнали уже что у нас есть мы можем брать с собой только ручную кладь и в ручную кладь мы можем взять две сумки одна полноценная большая нужно сказать такой чемоданчик нормальный вторая ручная сумочка в общем да у нас так и получится мы возьмем два рюкзака я свой дима свой у нас еще есть одна спортивная сумка с которой мы не расстаемся и всегда ездим во все путешествия вот потому что она очень гибкая если она даже не входит по размеру кстати вот когда мы летели на визейре там не подходила эта сумка по размеру но она мягкая она складывается и влазит любую ячейку и мы обычно если у нас какие-то проблемы если у нас вещи все не лазят вот как мы ехали с барселоны в киев у нас было очень много вещей и мы в эту сумку на мягкую накладываем кучу кучу вещей именно вещи которые свитера кофты там штаны и если что если какие-то проблемы то мы просто эти все вещи одеваем на себя так можно до приходится конечно как я вот в аэропорту хановере я одела на себя три свитера пальто сверху а там было нереально жарко в аэропорту хоть и зима но там было градусов 25 наверное и я в этих свитерах стояла я уже просто упрела там слава богу у нас все обошлось в итоге там вообще даже не проверяли мы очень переживали мы я просто сидела и два часа пока у нас была пересадка я нервничала а потом нас пропустили вообще ничего не проверили смысле в этой размеры сумок потому что мы там вообще никак не вошли по-любому нас бы штрафовали все будем ложиться спать отдыхать завтра будем собирать вещи всем спасибо за просмотр всем пока пока до завтра